Пипец, Фокси, ты угадал. С первого раза, неожиданный поворот, ты постоянно угадываешь. Первый раз, что ты угадал, что вся ваша жизнь это мультфильм, а теперь ты угадал, что это игра в кальмар. Ладно. Блин, ты думаешь, они испугаются? Да, конечно, блин. Вот Стив и Алик, особенно, с таким лицом сидят уже... Особенно Стив вообще тупый какой-то. Конечно, блин, господи, бабло дороже вашей жизни тупой какие-то, блин. Ненавижу, когда они такие тупые, у них мозги какие-то странные. Ну смотри, им 15 долларов или сколько их... Фиг его знает сколько вас там. И они раз уж и не получат бабло взамен на жизнь. Вот особенно под музон идёт бойфренд. Стив, ты тупой? Если ты игра в кальмара, ну блин, если ты смотрел сериал, значит ты знаешь, что сдохнешь нафиг. Если Стив вообще играл в хитрую лесу, то он тоже знает, что там есть. Если ты двинулся, а когда красный, значит ты не должен двигаться. Это какой-то тупый. Пипец. Я же говорила, что у них мозги тупые, потому что бабло дороже, чем их жизнь. Вот то, что я не понимаю, это они разговаривают, это понятно, что не считается. А вот то, что они башкой и телом своим двигают, когда болтают. Именно я смотрю, вот сейчас Бензи пока болтал с Фокси, он башку вниз опускал. Это не считается за движение? Нет или считается? Вот особенно Фокси, он всем своим телом двигается. Он сначала вниз, опустится, а теперь обратно вверх. Вообще тупая кухня какая-то, не видит вообще нихрена, слепая. Не, ну смотри, сейчас. Как бы он мог двинуться? Ты что, бошку повернул? Если он повернул бошку, и это считалось, то почему тогда, когда они своим башкой и всем телом двигали, когда болтали, почему это не засчитали? А как Бенди на носочки встал? Он же не балерина. Он не может стоять. На обычном ботинке так стоять нереально. Так нереально стоит он. Он же не балерина. Он должен был свалиться. Э, а когда ты повернулась? Это не считается... Если ты не видела то, что он упал, это не считается, потому что он упал гораздо раньше, чем она повернулась. Вопрос, как Бенди еще не упал, потому что я не знаю, как он не упал. Он висит на воздухе. Что-то повешено, чтобы он не упал. Ну, смотри, Фокси сейчас упадет. А почему тогда Бенди не упал? Ну, смотри, Бенди хотел упасть, напасть на Фокси, а он не упал на него просто. Бенди не упал, его не засчитали. А пока Фокси висел в воздухе, это уже засчитали, что движение... Это... Так нельзя, это реально читер Бенди. Читер, его должны были с самого начала выгнать, потому что кукла, не знаю, сам продюсер замечает то, что читер, а то, что этот продюсер не замечает, это то, что Бенди не упал на Фокси, хотя он должен был упасть. Это было считалось движением. Смотри, они говорят, найден читер. Ну, во-первых, он у него, если заметить, то у него нога немножечко за линию в другую сторону зашла, ну, именно в то поле, где они лежат, дохлые. И читер, это да, это логично. И еще плюс меня замечает, то, что фантайм Фредди лежит дальше всех, хотя он был примерно на середине поля. Как это делают? Вообще-то, кукла практически не живая, за нее просто управлять, она не может... О, господи. Она не может так двинуться, она... Куклу управляет так, чтобы она только смотрела движения, а не сканировала читеров, или не знаю, фиг его, куда я что еще делаю. Подожди, если это говорит кукла, то как она себе бабло заберет? Ее даже в магазин... Нет, ну смотри, она большая, в магазинах фиг его знает, какие потолки. И если туда не повесишься, уже твои проблемы, потому что видно уже, что... Не знаю, тут немного выше потолка, вообще нормально.